В этом видео мы создадим и протестируем самые мощные орудия для корабля из конструктора Лего. Мы проверим их на прочность в испытаниях против мини фигурок, сложных препятствий и других лего кораблей. Давайте узнаем на что они способны. Это обычный кораблик Лего, но если добавить орудия, он превратится в боевой бригад. Однако он слишком мал, чтобы справиться с серьезным вооружением и при этом остаться на плаву. Поэтому давайте перейдем на корабль побольше. Используя детали Лего техники, вот такой пропеллер, я построил мотор для корабля, чтобы управлять его движением на воде. Давайте займемся созданием водяного полигона. Для начала я насыплю в аквариум песок, а затем заполню его водой. Первое орудие будет очень простым. Корабль оснащен моторизированным двигателем Лего. Он может мчаться вперед, используя свою скорость, чтобы опрокинуть все мини фигурки, стоящие на берегу. Но когда мини фигурки оказываются дальше, вглубь берега, корабль застревает в песке и не может двигаться дальше. Поэтому нам нужно решение получше. Я решил совершенствовать корабль вращающимися пилами Лего, установленными на длинной балке на передней части. Но прежде чем мы установим орудие на корабль, нам нужно решить одну ключевую проблему. Если мы поставим на корабль что-то высокое и тяжелое, он скорее всего прокинется и утонет. Чтобы улучшить устойчивость и плавучесть корабля, я решил добавить вот эти детали из данного набора. Эти детали известны своей устойчивостью на воде и помогут сохранить равновесие корабля, гарантируя, что он сможет справиться с более тяжелыми конструкциями и останется на плаву во время испытаний. Я использовал цепной привод, чтобы заставить пилы вращаться от мотора Лего и простой механизм с винтовыми шестернями для управления положением пил. Пилы, приводимые в движение Лего мотором, могут двигаться вверх и вниз, прорезая препятствия. Это станет серьезным улучшением, так как теперь корабль может поражать мини фигурки, даже если они находятся на некотором расстоянии от воды. Пилы также пригодились для защиты от других лодок на близком расстоянии. Но опять же, когда мини фигурки оказываются еще дальше от берега, возникало ограничение, это орудие не могло их достать. Чтобы увеличить радиус действия корабля, я попробовал новый подход, использовать воду в качестве орудия. Построить водяной бластер из деталей Лего, задача безусловно сложная, но я постараюсь сделать это. Для накачивания и нагнетания воды, я использую обычный медицинский шприц. Первым шагом была сборка привода, которая будет сжимать и разжимать шприц. После того, как шприц был встроен в механизм, я протестировал его, и он отлично заработал. Далее мне нужно было сконструировать систему для направления воды. Для этого я использовал сервомотор и пневматический переключатель Лего. Серво привод позволяет мне управлять переключателем с помощью электроники. Для прицеливания я построил вращающуюся платформу, которая обеспечивает точное наведение на цель. После того, как все детали были соединены трубками, система была готова к установке на корабль. Чтобы протестировать водяной бластер, я поместил свободный конец трубки в воду. Привод начал разжимать шприц, втягивая воду. В данный момент переключатель установлен таким образом, что вода втягивается из резервуара. Как только шприц наполняется, привод сжимает его, и переключатель перенаправляет воду к соплу бластера, выпуская струю воды. Этот цикл можно повторять до тех пор, пока цель не будет успешно поражена. Теперь он готов к испытаниям на корабле и в бою. После нескольких тестов стало ясно, что хотя бластер недостаточно силен, чтобы поразить дальние мини-фигурки, он хорошо работает, чтобы топить другие лодки. Однако мне нужно более мощное дальнобойное орудие против мини-фигурок. В основании нового механизма будут лежать подпружиненные лего-пушки. Чтобы автоматизировать и дистанционно запускать пушки, я создал механизм, который перемещает обойму из пушек вверх и вниз, оказывая давление на дротики и выстреливая их. Для прицеливания я сконструировал двухосевую платформу, позволяющую точно контролировать направление движения орудия. Когда механизм был готов, я установил его на корабль для тестирования. Во время первых испытаний мини-фигурки были успешно поражены, что доказывает, что система работает. Теперь пришло время посмотреть, как она работает в реальных условиях. Результаты оказались впечатляющими. Быстрые и точные выстрелы, и все мини-фигурки были поражены в мгновение ока. Пушки также были эффективны при уничтожении других лодок. Но при столкновении с прочными стенами они не справились. Дротики едва царапали поверхность препятствий. Пришло время подумать о большем. Давайте построим автоматическую катапульту из Лего. Для этого я использую храповый механизм, который соединен с катушкой ниток. Нить соединена с чашей катапульты. Сама катапульта заряжается с помощью резинки. Я прикрепил катапульту из Лего к кораблю, и во время испытаний она доказала свою силу. Катапульта – это отличный способ, чтобы разрушить стену. Катапульта легко пробила один слой стены, поразил стоящие за ней мини-фигурки. В следующем испытании мы посмотрим, как катапульта справится со 100 мини-фигурками. Для большей универсальности я экспериментировал с различными снарядами. Использование Лего колес позволило мне добиться точных и мощных попаданий. А дробь из маленьких деталей Лего наносит широкий урон, поражая сразу дюжину мини-фигурок. Мини-фигурки оказались в совершенно невыгодном положении. Эта катапульта также может поразить другие корабли точным выстрелом. Эта катапульта была эффективна, но мне хотелось чего-то большего. Поэтому я построил массивный моторизированный Лего молот, предназначенный для разрушения укреплений и мини-фигурок. Чтобы опускать и поднимать большой Лего молот, я использовал механизм, похожий на тот, что я использовал в катапульте, а также систему шкивов. Наша предыдущая платформа не могла справиться с таким большим и тяжелым орудием, поэтому я добавил немного усиления с помощью другого Лего корабля. Давайте посмотрим на механику. Катушка вращается, натягивая нить и поднимая молот. Когда катушка отпускается, молоток больше не фиксируется храповиком и начинает падать, поражая все, что находится под ним. В первом испытании мы посмотрим, как это орудие справится с городом на пляже. Молот разрушил Лего город на пляже и раздавил все стоящие рядом мини-фигурки. Конечно, поразить другой корабль для такого гиганта не составит труда. А как насчет укрепленной стены с кучей мини-фигурок за ней? Посмотрим, как он справится с этим. Толкнувшись со стеной, он быстро пробил ее насквозь, хотя некоторые мини-фигурки, стоящие дальше, остались невредимыми. Можно было их поразить, используя ранее сделанные катапульту и пушки. Но я решил сделать еще одно орудие. Гигантский вращающийся диск Лего. Я использовал ту же основу, что и у молота, но поменял местами верхнюю часть. Вращающийся диск выглядит внушительно. Мини-фигурки разлетаются во все стороны, когда он поражает их. Для финального испытания диску было поручено пробить укрепленную песчаную дамбу. Диск не просто разрушил дамбу, он глубоко зарылся в песок, поразив все спрятавшиеся сзади мини-фигурки. С каждым улучшением мой Лего корабль становился все более опасным, способным справиться с самыми разными препятствиями. Но кто знает, что будет дальше, всегда есть место для новых идей и еще более мощного орудия. А какое орудие, по вашему мнению, было самым крутым в этом видео? Напишите об этом в комментариях. И обязательно подпишитесь на новые видео. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!